Даже во время самоизоляции жизнь продолжается. Об этом напомнили сотрудники Серпуховской станции переливания крови. В связи с введенным режимом в медучреждении снизился поток доноров и, как следствие, появилась потребность в определенных группах крови. Такой станция переливания крови выглядит в обычные дни. Порою из желающих сдать кровь выстраиваются очереди. А это сегодняшний день. За несколько часов в медучреждение пришло всего лишь три человека. Причина – режим самоизоляции. Многие думают, что станция переливания закрыта, другие воздерживаются от посещения. Но все-таки есть те, кого не пугают обстоятельства. Я не работаю, чего не боятся. Помощь для других. Ну, конечно, у меня же тоже семья. Кто-то помогает моей семье, я должен тоже как-то помогать. На постоянной основе сдаю. Почему для вас это важно? Ну, как бы для себя хорошо делаешь, ну и помогаешь людям, кому тоже нужна моя кровь. На станции переливания крови предусмотрели все меры безопасности. Врачи в масках донорам выдают бахилы. Даже скамейки передвинули, как и полагается, на полтора метра друг от друга и просят посетителей садиться по одному. А еще для удобства граждан изменили режим работы. Дорогие наши уважаемые доноры, не забывайте, что переливание крови в любой ситуации, катастрофы, обычной хорошей жизни, переливание крови больным требуется. Сейчас мы работаем с 8.00 до 13.30 принимаем. Чуть-чуть увеличили время. Необходимость в переливании крови в городе Серпухове и в районе, мы обеспечиваем Пущино и Бортвино, остается. Ситуация не критическая, но приходить надо по донорскому светофору. Посмотреть донорский светофор можно на сайте станции переливания крови. Вот сейчас мы видим, что 4-я отрицательная в достатке, она обозначена зеленым цветом. Там, где желтый и красный цвет, ее недостаточно. Доноров с такими группами крови просят посетить станцию переливания. Но все-таки в условиях пандемии врачи станции переливания напоминают. Хотя всю кровь проверяют на наличие заболеваний и вирусов донорам, которые плохо себя чувствуют, лучше не рисковать и остаться дома. Покашивание, ренит, приходить не надо. Если донор выезжал за пределы России в марте месяце, в феврале месяце, естественно, приходить не надо. Или в его окружении были такие люди, приходить не надо. Я каждый раз разговариваю с донорами, я выясняю их соматический статус. Если мне что-то не нравится, я тогда отвожу от кроводачи. Помимо того, что донор должен быть здоров, необходимо соблюдать диету. За несколько дней до сдачи крови лучше воздержаться от алкоголя, жареного и жирного, а также не принимать анальгетики. Все это необходимо для того, чтобы кровь была в норме и ее не пришлось утилизировать. Также врачи уточняют. Один раз кровь сдавать не нужно. Это не акция. Чтобы была польза, необходимо прийти на станцию переливания хотя бы два раза. На сегодняшний момент донор сдал кровь. По анализам он отрицателен, но на самом деле он может быть болен, так как вирусы себя еще не показывают. Так как мы из крови делаем два компонента – эритроцитарную массу и плазму, и вот плазма на карантин кладется на полгода. И через полгода по анализам донора подтверждается, что плазма была безопасна, и только тогда мы ее можем отдать на переливание. Если вы решили стать донором, то всю подробную информацию можно узнать на сайте станции переливания или по телефону, который видите сейчас на экране. Не забывайте смотреть донорский светофор. Ситуация по необходимости определенной крови меняется ежедневно.